Всем привет! Ты смотришь Универ Нилс. Сегодня с тобой я, Аурелия Сташкова. Начинаем наш выпуск. Как прошел день знаний в лицее имени Ловачевского и IT-лицея КФУ. Педагог КФУ читает лекции в Штатах. В полку журналистов прибыло, для чего студентам-телевизионщикам вручали лавровый лист и сухарик. Как говорится в одной известной басне, вот и лето пролетело. С самого утра первого осеннего дня повсюду встречаются нарядные старшеклассники. Учителя с букетами цветов и новоиспеченных первоклассников. Увидев счастливых ребят, корреспондент Аделя решила разделить радость со школьниками, посетив торжественную линейку. Она узнала, что приготовил для учащихся лицей имени Ловачевского. Узнайте и вы. Звенит первый звонок. Кипят свежие эмоции. Еще бы. Вся страна отмечает День знаний. И уже по доброй традиции на многих площадках Казанского университета проходят торжественные мероприятия. Первыми поздравления с праздником от руководства КФУ услышали учащиеся лицея имени Ловачевского. Взяв приветственное слово, глава вуза поделился с лицеистами, учителями и выпускниками прекрасным известием. Лицей попал в топ-50 лицеев России. Хорошо или плохо? Конечно, оппоненты наши всегда говорят, но вы же не первые. Вы надо посмотреть, что мониторили 14 тысяч лицеев Российской Федерации. То есть 14 тысяч школ. Да, и посмотрите, 50 это какой составляет процент. Поэтому вы учитесь в билитном лицеи России. Этим нужно гордиться. Помимо вхождения лицея Ловачевского в топ-50 лучших лицеев России, хорошие новости не заканчиваются. Есть клуб, и в этом году начинает функционировать клуб, олимпиадный интеллектуальный клуб «Лицей 2.0». Еще больше эмоций в торжественную линейку добавили творческие номера, подготовленные учащимися лицея. Огромных успехов, благополучия, успехов во всем. Без большого труда успеха не добиться, и поэтому, я думаю, они будут очень упорными и не отступят. Новоиспеченные семиклассники, для которых лицей впервые открыл свои двери, поделились с нами довольно амбициозными планами на год и даже на ближайшее будущее. Быть олимпиадником, закончить полуна отлично, получить золотую медаль, поступить в КФУ. 1 сентября, как и во всей стране, в IT-лицее КФУ отмечается День знаний. Привнесли эмоции в торжественную линейку творческие номера, подготовленные учащимися лицея. Все подробности смотри далее. 1 сентября в IT-лицее КФУ прошла торжественная церемония, посвященная Дню знаний. Замечательная погода порадовала учащихся гостей и родителей. Линейка прошла перед центральным входом в IT-лицей, куда приехал поздравить ребят с началом учебного года ректор КФУ Ильшат Гафуров. Ректор обратился в свои речи и поздравил не только ребят, начинающих учебный год, но и их родителей. Педагогический коллектив лицея и университета. Я желаю вам, самое главное, хорошего настроения, здоровья, ибо как бы о здоровье не говорили, что это уже общепринятое желание, без здоровья очень тяжело учиться. Вот здоровье нужно, чтобы осваивать все те предметы, которые здесь преподаются. Здоровье нужно по жизни всем, кто вас окружает. Поэтому дай Бог вам здоровья, хорошего настроения, и чтобы вы оправдали прежде всего надежду ваших родителей. Воспитанники лицея показали свои творческие номера, танцевали и разыгрывали сценки. Я буду задавать тебе вопросы про девушек, а ты отвечай. Давай. Что делает девушку красивее? Конечно же, фураталка от айфона. Ну, приходят все лучше и лучше дети, иногда даже кажется, что дети не могут прийти еще лучше, но мы очень гордимся нашими абитуриентами и теми школьниками, которые у нас учатся, потому что именно для них мы здесь и работаем. Это просто супер люди, супер дети, супер современные, и я еще даже сам себя причисляю к сегодняшней молодежи, поэтому, наверное, в том числе так говорю. Гости пожелали ученикам достичь успехов, приобрести умения и навыки, которые помогут им успешно реализовать себя после окончания IT-лицея. В этот день для ребят прозвенел IT-звонок, и уже завтра начнется ответственная пора, полная радостей и открытий. Аурелия Сташкова, Андрей Багаудинов, Универ-Ньюс. КФУ отправил своего преподавателя для обмена опытом США. Обмен методами поможет обоим университетам. Подробнее в сюжете Артема Тупичкина. В американском университете ПЮДУ состоялись две лекции презентации старшего преподавателя кафедры ОТИС в Татьяне Пименовой. Это уже не первый совместный проект университетов. В октябре 2016 года был осуществлен международный ИПЛ-проект по педагогической практике студентов с целью развития глубокого понимания разных культур и практик преподавания. В мае 2017 года университет ПЮДУ организовал видеоконференцию, где студенты познакомились с технологией КАХУД, которая активно используется в обучении иностранным языкам за рубежом. Эта веб-конференция позволила не только нашим студентам, конечно, позволила не только послушать аутентичную речь, преподавателя Американского университета, но и познакомиться с уникальной технологией, по крайней мере, новой технологией для наших студентов преподавания иностранных языков. Лекции Татьяны Пименовой были включены в летнюю программу курсов повышения квалификации, которые Американский университет организовал для профессорско-преподавательского состава нескольких высших учебных заведений Колумбии. В лекциях сформулированы общие и актуальные вопросы высшего образования. Какой специалист востребован на рынке труда? Возможно ли корреляция преподавания в УЗИ и школе? И других. Такое сотрудничество между университетами необходимо в первую очередь для преподавателей. Изучение методов и технологий других специалистов формирует общую концепцию обучения. С каждым новым подобным проектом уровень образования в отдельной стране растет. Педагогическое сообщество или академическое сообщество, безусловно, оно, наверное, нацелено на одно, а именно самим быть высокими профессионалами и найти такие технологии, такие методы обучения, которые бы срабатывали в студенческой аудитории. На Американском университете ПДУ планы ИТИС не заканчиваются. Кафедра открыта для сотрудничества с российскими и зарубежными университетами. Артем Тупичкин, Роман Самарин, Универньюз. В полку журналистов прибыло. В стенах Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ вручили студенческие билеты студентам-телевизионщикам. Как это было, узнаешь в сюжете Дениса Панкратова. Будущая акула-пера начинает свое плавание. Сегодня Высшей школе журналистики и медиакоммуникации КФУ состоялось торжественное вручение студенческих билетов студентам-телевизионщикам. Студенческий билет – это не просто документ, уверяет директор Высшей школы журналистики Леонид Толчинский. Это особый знак. В этом году такой знак получили 58 студентов. Кроме студенческих билетов, кафедра вручила будущим журналистам два символических подарка – сухарь и лавровый лист. Сухарь символизирует собой гранит науки, а лист лавра – лавровый венок – лучшую награду для поэта. Новые студенты – новый подход. В этом году упор сделан на развитие эрудиции у первокурсников-журналистов. Поэтому на первом курсе они познакомятся с философией и литературой. Впереди их ожидает 4 года обучения. А пока новоиспеченные студенты знакомятся с новыми товарищами и радуются поступлению в Казанский федеральный университет. Впечатления приятные. Сначала у меня тоже был страх, и не совсем я был уверен в том, что я хочу заниматься тут. Сейчас интереснее. И все-таки я надеюсь, что смогу развиваться больше именно как ведущий, потому что меня это больше интересует. На самом деле было сначала волнительно. Я переживала, думала вообще мое, не мое. Но сейчас уже на первом знакомстве я поняла, что мне действительно это нравится. Мне это безумно интересно. Очень необычные преподаватели, достаточно веселые ребята. Мне кажется, будет здорово учиться. Денис Панкратов, Андрей Багаудинов, Универ-Ньюс. На сегодня это все новости. Будь всегда в теме с Универ-Ньюс. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok